всем моим зрителям огромный привет с вами Dolce Vita давно не виделись и сегодня по многочисленным просьбам женской части моего женской аудитории моего канала запишу-ка я вам видео на косметическую тему и это видео будет о моих тушах я собрала туши которые сколько у меня за последний год здесь их сколько 7 штук в общем 7 штук туши и о каждой из них я вам расскажу потому что думаю что считаю и уверена что для каждой из нас для каждой девушки туши это продукт косметический практически номер но если не один то номер 2 согласитесь со мной и напишите если вы так так же думаете потому что для меня тушь в принципе но нет наверное может быть и номер 1 но в общем так давайте начнем думаю многие туши которые вам покажу знакомые вам давно начну с самый простой и самый известный это Maybelline Rocket значит ну и сразу скажу что этой туши я уже не пользуюсь но как-то я оставляла ее уже давно для того чтобы записать видео на косметическую тему на своем основном канале сейчас правда он уже не основной но не в этом суть и так что я могу сказать об этой туши когда я использовала ее за те деньги которые это тоже стоит а все мы знаем что это абсолютно бюджетная марка да я была и довольна мне ничего не осыпалось никакому супер эффекту я не стремилась на то что как бы заявлял производитель о том что объем объем да без комочков взрывной объем как здесь написано без комочков дает тушь вот могу сказать что так и было мне она нравилась никаких нареканий кроме вот этой кисточки силиконовой такой толстенькой мне не привычны такие кисти то есть они не не то что они доставляют из комфорта прокрашивания ресниц точно они не западают в тушь то есть это не те кисточки которые бы я повторяла но за эти деньги в общем Rocked Volume Express абсолютно нормальная тушь и я считаю что если в общем я считаю что место имеет быть в косметичке так следующая тушь которую я вам покажу это будет ну давайте я буду чередовать с масс-маркет и люкс так будет наверное интересней это вот тушь от Dior Dior Addict Eclash красивая упаковка Dior тушь смывается водой огромный плюс согласитесь вот тоже силиконовая кисточка но здесь она уже в отличии от Maybelline предыдущей более ворсинки более значит такие видимые да более длинные очень интересная очень большой плюс то что тут эта кисточка вот она такая вот да двигающаяся головка то есть удобно прокрашивать ресницей здесь я сразу скажу в десятибальной системе этой туши я поставлю наверное на 8 может быть даже 9 10 почему не поставлю потому что может быть где-то нет наверное не эта тушь все таки подсыпает нет все таки поставлю я ей давайте по десятибальной да 9-10 ну просто 9-10 тоже наверное не придраться ну в принципе да не придраться к этой туши может сначала я немножко ее не поняла но в общем отличный продукт косметический хорошая вещь и оправдывает и деньги которые заплачены за нее не помню даже сколько она уже стоила но в общем хорошая вещица и очень очень приятный такой вакон да вакон правильно сказать упаковка поэтому вот это если вы ищите тушь которая смывается водой и что-то из люкса то я бы рекомендовала терротик и тлашу так следующий масс-маркет который я покажу это белорусская тушь здесь еще такой длинный колпачок логично что он отклеился как такая вот знаете как на лаках иногда вторая застежка головка в общем потому что эта тушь стоит 2 доллара по-моему стоила когда-то я говорила что это моя любимая тушь что даже сравнивая вот эти две я дала предпочтение этой но сегодня наверное я все-таки скажу не этой потому что это смывается водой но белорусский производитель релуй короче релуй это итальянская белорусская компания девчонки это обалденная тушь вот такая кисточка тоненькая с мелкими такими ворсинками в принципе да вот эти ворсинки давайте сравним две по объему по объему самой головки конечно вот это вот дёр сейчас я руку поставлю чтобы половину надеемся вот дёр с права а это лилуй так вот они посмотрите чем-то похожи и единственное что у дёр здесь будет более такая она я беру подвижная во вторых эти щетинки побольше здесь сейчас закрою белорусской щетинки поменьше не такая она объемная солнышко светит так что не знаю я уже наверное засвечена но в любом случае в общем очень хорошая тушь видите она тоже такая как и у Диора такая солнце вылезло сейчас будет конечно свет на камере не очень но что сделаем тоже такая подвижная в общем эта тушь смывается не водой поэтому только из-за этого я и сбавлю 1 балл меньше чем Диора Дикт но за эти деньги и называется она Экстрим так у меня уже не видно что тут в общем 3XL если есть доступ у вас к белорусской косметике если вы живете в России я думаю у вас есть то смотрите в черной упаковке 3XL это отличная тушь и поверьте она ничуть не хуже Maybelline и ничуть не хуже Диора Дикт еще один плюс Диора Дикт в чем в том что можно накрасить даже 3 слоя я обычно кражу один максимум два слоя туши здесь и после окрашивания двух слоев не будет осыпаться вот с этой тушью я не экспериментировала часто два слоя одела только один и в принципе обалденно очень удлиняет ресницы такие знаете красивые нету этих пучковых лапок не осыпается не осыпается в течении всего дня солнышко немножко ушло в общем я довольна еще раз повторяюсь релуи белорусская компания и именно этот тушь 3XL так следующий люкс который я в общем это Shiseido Perfect Mascara Full Definition Shiseido отличная компания Могу сразу сказать вам что я эту тушь сразу мне сразу она понравилась как только она мне появилась стоила кстати она больше чем Dior по моему 30 евро сразу она мне понравилась потом я просто от нее отреклась написала комментарии в некоторых видео у девочек спрашивала у девочек которые скажем так куру в косметическом мире и которые допустим пользуются только люксом об тушах именно Shiseido на что мне приходили всегда ответы что не знаем не пробовали потом я разочаровалась и эта тушь которая смывается тоже водой она прямо знаете как сейчас объясню почему разочаровалась она прямо как какая-то масляная у нее текстура и вот мне это стало не нравиться то есть мне казалось что мои ресницы недополучают вот этого пигмента я забросила ее на полгода заметьте за полгода с ней ничего не стало и вот сейчас наверно может быть месяца полтора может быть месяц даже я пользуюсь практически исключительно этой тушью значит на самом деле хорошая вещь смывается водой просто на раз-два то есть под тушь если вы попадете ничего не останется так что имейте ввиду но знаете теперь когда окрашиваю я ресницы то я прямо вижу как вот мои ресницы вот моментально приобретают вот эту длину и оставляют при этом она естественность то есть если если вот все вот которые тоже заявляют объемом длиннее они все таки делают кукольные глаза опять солнце вышло то вот эта тушь она делает естественно длинные прямо как вот нарощенные ресницы без эффекта кукольности вот этих таких вот знаете черно-кукольно прокрашенных ресниц а просто длинные красивые такие пастушные ресницы я с ней снова подружилась и тоже могу рекомендовать немножко вот тут у меня еще что наверное точка закрывала и спачкала но не в этом суде так что вот эта тушь тоже я за нее хотя еще раз повторюсь было у меня такое мнение что я даже ее отложила даже на нее нарекания у меня были я сказала что такая ерунда нет не ерунда все таки часто бывает что вот не распробовав хороший продукт да косметический когда на него в общем особо не довольны а вот распробовав получается что да так ну и осталось 3 туши эссенс из косметики эссенс у меня никогда ничего не было и когда я обнаружила магазин в котором представлена эта косметика я попробовала помады я уже в них влюбилась могу сказать сниму такое видео о помадах бюджетные помады но такие такая текстура мягкая настолько приятно носится на губах вот так что помады да и вот это тоже это что i love extreme значит объем придающий объем давайте посмотрим кисточку значит кисточка еще не сказала про кисточку это сейчас вернемся вот такая толстенькая течетки солнца вот нам кстати наверно хорошо видно такая толстенькая вся пушистая как лапки шевелят кисточка ну это да это тоже придает объем моментально второй слой уже не очень уже как то вот не очень надо хорошо прокрасить за один слой все реснички и объем обеспеченный в принципе тоже красиво очень смотрится выразительный взгляд очень выразительный знаете если вот с этой тушью жезейда взгляд не то что выразительный а тонный я бы сказала то есть здесь такой дерзкий с essence и вернемся к жезейда на минутку про кисточку кисточка длинная кисточка вот такая абсолютно не гнущаяся то есть она вот смотрите в принципе в принципе даже очень-очень много ворсинок они такие не длинные не короткие нечто среднее но она фиксирована то есть здесь нет вот этой подвижной головки и это не мешает это очень хочу сказать очень хорошо прокрашивает уголки минус вот минус этой туши то что она осыпается немножечко осыпается вот из-за этого все-таки вот я сейчас вспоминаю тогда я из-за этого забраковала ее потому что я думала что потому что вот осыпания мне очень дискомфортно были сейчас в принципе почему-то осыпаний-то и нет странно лесницы у меня все те же а вот метеоратив не осыпается так у меня остались две тоже еще раз одна от Maybelline Vibra Perfection так вот такая и вторая это что? L'Oreal да вы любите здесь Carbon L'Oreal ну что могу сказать вот об этой туши да L'Oreal косметика L'Oreal продукции я в принципе не пользуюсь как-то вот она мне не приживается ну давайте пройдемся тушь пользовалась тоже уже давно хорошая ничего такого с глазами не делает но вот цвет вот черный ну кольта заявленный это правда ресницы прям такие у меня как и глаза и вот иногда я пользуюсь этой тушей прям как чуть ли не ну в общем вы поняли такие черные глазища получались красиво было красиво вот такая тушь вот такая кисточка не толстая не тоненькая она тоже вся чем-то могу сказать напоминает наверное вот эту вот лучшее тушь да немного уходит смотрите видите насколько они похожи давайте сравним а еще все-таки вот у шизеи она немного согнута вот такой буква С немного идет слева шизеи это девчонки справа очень похожи только вот этой согнутой и все-таки это толще будет надеюсь тут все видно вы пишите пожалуйста в комментариях как вы пользовались какая вообще у вас любимая марка тушей как у вас с тушей складывались отношения какие из этих что я вам показала может быть есть в ваших косметичках либо были так ну лореаль в общем вкратце так потому что давно пользовалась нормально может быть знаете что по моему ограживая часто пачкалась века вот здесь может быть кисточка не очень удобная последняя последняя вот с такой силиконовой тоже подвижной кисточкой очень похожий по моему сейчас сравнимся с Диором это Maybelline Vibro Perfection не знаю где там вибро вот здесь в этом вот в этом вот колпачке что-то здесь какая-то пружинка но честно если вы знаете напишите никогда да я ничего там так и не не фибрировала давайте сравним показалось что очень похожий нет не похожий показалось что похожий с кисточкой вот Диор на самом деле может быть с белорусской похожий да еще что-то похожее вот Maybelline девчонки вот так право Maybelline справа справа Maybelline слева белая вот эта тушь мне показалась вообще ни о чем она плохо окрашивала прокрашивала записываю вам окончание видео из другой комнаты и хотела бы сказать что очень всегда приятно читать ваши комментарии и поэтому просьба написать в этих комментариях под этим видео ваши фавориты туши и напишите как вы как вы выбираете тушь по каким критериям любите ли только люксовую тушь если какую то тушь напишите бренд марку и опознайте почему либо же предпочитайте масс-маркет всегда менять да то есть изучать потому что масс-маркет намного большинству доступнее да логично или же миксуете любите то и другое как например я в общем пишите в комментариях буду с удовольствием общаться с вами отвечать на на них и да всем большое спасибо еще раз и увидимся для осени с вами была наша следующая видео спасибо пока-пока пока-пока